Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Впереди вас ждёт сериал сетевой партии в Сидмерсивизейшн 6. Не часто мне выпадает такая сломанная цивилизация, в данном случае Великая Колумбия. Не часто удаётся за такие цивилизации сыграть. К тому же здесь ещё и место какое-то просто волшебное получилось. Так что ради развлечения вот такой сериал, когда всё весело, представляю вашему вниманию. Традиционно спонсоры канала, запись этой игры одним файлом давным-давно видят. Если вы вдруг спонсора не видели, то ссылка на всю партию есть в описании, в прикреплённом комментарии. Переходите, смотрите. Большое спасибо вам за поддержку. Для всех остальных серии будут выходить раз в день. Всем вам приятного просмотра. Короче, народ выбрал Скифов, Венгрию и Кри, а четверо случайных. Вообще, на самом деле, я сколько не играл за Симона Боливара, всегда в каком-то говне появляешься. И вот на той, может просто фрактал такая карта, что там генерируется. Сейчас посмотрим здесь, что у меня нагенерируется, где мы появимся. Вот это, видите, повышение юнита не заканчивает его ход. Вот это очень круто. И плюс одно очко перемещения всем юнитам очень круто. Ну да, похуже, но не сказать, что будет совсем говнина. Там ещё и лисички. Я не буду отходить. Хочется, конечно, вот сюда подойти, но... От... От 3-3 не уходят. Нет, это без всяких модов. Животноводство. Да, тут не так много плантаций, но плантации всё равно есть. Хрен знает, где Асьенда. Ну, раз, два, три. Вот я... Вот здесь, где стоит дуболом, я бы сюда город ставил. Либо сюда. Нет, лучше сюда. Просто тут Асьенда тогда сунется. Би-би-кью. Би-би-кью это на выходных будет. Под Евровидение. May Sidmayr bless all of you and your families. All of you, точнее. Тут трудовую дисциплину запрещу, потому что проголосовали в лобби. В лобби перед началом партии. О, так. Минус один игрок уже сразу. Рявк. Потому что кто-то не перезашёл. Я и сказал, проверь. Проверь. Проверьте пинг. Вот для этого надо проверять пинг, чтобы вот этих арсинхронов не было. Нет, это не стандартный старт у Лёхи. Стандартный старт это... Вот всё в равнинах. Без холмов, без ничего. Это стандартный старт. Пантеон на плантации. Ну... Сейчас, с другой стороны, какой ещё тут брать? Что за дебильная дудочка играет? Как кто-то из вас дудит? Что за дудочки? Ролл кейк, это ты дудишь? Рассинхронный рисинг, это одно и то же. Рассинхронный это по-русски, рисинг это по-английски. О, Норвегия. Опять Норвегия, кстати. Прикол. Да, ну нам надо, кстати, поспешить вот сюда поставить. Хотя, не думаю, что он, кстати, будет сюда спешить. У него нету места хорошего, а прям сюда на реку ставить у него лояльности не хватит, удерживать город. Это, наверное... А, это, кстати, того, кого я кикнул. Прикол. Тогда, тем более, можно не спешить. Ну, срочнись, Сима, надо вот эту клеточку выкупать будет, как вы понимаете. Две, три, три клетки. Как избежать вылетов, которые у тебя были? Ну, я когда заходил... Вообще проверить, опять же, пинг. Но я когда заходил, я проверил пинг совсем... Точнее, ни с кем не было 0 МС. Поэтому... Молиться. Только молиться. Так, что за чудо? Матерхорн. Вау. Ну, короче, тут со стартом тоже, я смотрю, у нас все неплохо. Матерхорн так расположен, что к нему особо не поставили... Блин, ладно, наверное, не будем покупать это. Вот это, я скорее тут город поставлю. Нету смысла. Плюс население, то... Нихера себе! Это что это? Нихрена себе! Нихера себе! Я такого еще не видел! Вау! Я такого реально не видел никогда! И это не легендарный старт, это обычный. Просто офигеть. Это что-то... Это что-то нелегальное тут у нас начинается опять... Что, скиф? Не, ну, как бы нам лошади тоже нужны, но это трындец какой-то. Это просто... Ну, просто мы сейчас все три лошади обработаем, как вы понимаете. Вообще, охренеть. Чего без МПХ играешь? Ну, просто потому что это все влияет на... Стабиль, не знаю. МПХ, мне кажется, все-таки стоит, когда ты играешь с... Ну, знакомыми уже, а не в случайном лобби. Потому что в случайном лобби там им надо объяснять, что это его скачивать на... То есть он не останавливается автоматом. Там надо людям... Ну, еще чудо, кстати. Юсемити. Ну, это далековато, конечно. Так, возьмем на топические леса. Аматор Хорн дает перемещение по... Ну, еще они там трындец, долбали. Так, ну, давай сразу поселенцы, наверное. Четыре лошади, но три сразу прям в границах у нас. Понимаете, это город сразу обрабатывает. У нас тут производство сейчас... Просто сейчас уже четыре жителя будет. То есть и ты... Ну, это очень... Блин, это просто очень мощно. Просто, ну... Я даже не знаю. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. У тебя практически сразу в начале игры четыре клетки, две еды, три производства. То есть ты их спокойно обрабатываешь. Это какой-то... Ну, это чит. Просто... Просто какая-то нереальная хрень. Да, еще пантеонно-стратегические ресурсы возьмем. Четыре производства будет. Я не знаю... Я не знаю, как это... Я говорил, что у Колумбии хреновые старты обычно. У меня два старта просто офигительных. Просто нереалка. Я тут эти собираю все. Руинки. Кстати, но зато некуда священку ставить сюда, что ли. Ну, тут будет... Ну, тут кампус можно на те же плюс три. То есть вот тут плюс три священка будет и кампус плюс три. Так. Я, наверное, вот сюда все-таки поставлю город. Я вот так перемещусь. Или к Матерхорну сходить скаутом. Но все-таки это прокачка на холмы. Обработку бронзы в руинке нашли. Это еще Сингапур хотел. Ну, я бы сразу еще поселенцев делал. Что тут откладывать? С таким-то производством. Что такое Хесаям? Лошадиная дисциплина. Ну, кстати, да. Ну, вот это тот случай, когда лучше бы не запрещать трудовую дисциплину для людей. Потому что, ну вот, а как это... Вот как вот эту херню компенсировать, например, у себя? То есть я вот не могу трудовую... Ну, то есть она у меня тут не будет работать особо хорошо. Мне она как бы и не нужна здесь. А вот у людей там, которые появились в пустыне, там в тундре... Вот как им компенсировать? Вот это мое производство немеряное. Не, ну это просто какой-то... Ладно. Хватит, хватит восторгаться. Железо? Так железо хуже, чем лошади. Железо не дает... Железо просто... Понимаешь, тут именно прикол в том, что две еды... То есть две еды это один житель. Они содержат жителя. То есть, если на железо ты не можешь без того, чтобы где-то еду брать... Понимаешь? То здесь ты... Ну, тебе просто... Это, считай, просто вот бесплатное производство, как бы. Понимаешь, что я хочу... Пытаюсь донести. Блин, они обсуждают выращивание... Выращивание кукурузы. Что выгоднее мирно развиваться или катком проноситься по всем и захватывать цивилизацию? Мне показалось, что выгоднее всегда второй, если идешь войнуть, это всегда в плюсе. А, ну и прошлый донат был на котика. Я, может, пропустил. Это же зависит от того, в каком ты расположении. Ну, то есть, пока у тебя есть место, выгоднее развиваться. Тем более, если ты... Ты нападаешь в начале, ты получаешь просто пустые города. Выгоднее война, когда ты захватываешь города уже с чем-то. Какими-то районами, там, чудесами. Кроме того, ты говоришь, всегда выгоднее воевать. А если ты не смог захватить чувачка? Ладно, ты не проиграл войну, но и захватить ты не смог. Это же откат в развитии. Так, ну, надо, наверное, все-таки гончарное дело и плантации открыть все-таки. Какого-то сюда надо. Вот этого поселенца. Тут, конечно, места так себе. Или сюда? Не, вот сюда наверх надо. Тут это место никуда от нас не денется. Тут надо будет тоже город ставить. Но пока я куда-то сюда поведу. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Мистицизм ускорили, который мы бы и так ускорили. Давно же мы пантеон возьмем. Так, пока, наверное, хватит поселенцев. Давайте еще строителя надо дообрабатывать лошадей. Ну, я пока оставлю так. В принципе, удвоенный опыт разведчикам достаточно. Под солью классное место. Да, ну все тут тоже будем ссорить. Тут, правда, тундры дохрена. Это уже потом. Хочу сейчас сюда на холм встать, чтобы увидеть какие тут эти... Так-то я предварительно вот сюда веду город. Надо еще тут посмотреть. Тут, по идее, должен влазить город, если только место нормальное. Раз, два... Раз, два, три... Нет, тут на реке вроде не влазит уже. Ну, я посмотрел, что асхенту можно еще сюда поставить. А здесь просто круче место именно для начала развития. Огонь. Угу, вот сюда. Ставлю. Блин, нужен пансион, потому что я не понимаю, пока священ. Я же могу еще взять на реку, например, да? Кстати, может, большой бассейн... А, смысл? Не, вообще есть смысл. То есть, вот тут будет затапливать, и как раз будем... Давайте, наверное, большой бассейн. У нас производство же дохрена. Мы эти чудеса должны строить вообще только в путь. Единственное, я не успел подумать, сюда или сюда этот большой бассейн ставить. Возможно, лучше было сюда, чтобы тут оставить место, например, для дамбы. Подавать лошадей компу. Кстати, это предложение хорошее. Так, вот, надо вот эти клетки-то выкупить, конечно. Чтобы Йоханнесбург случайно их не забрал. Блин, ну это какой-то... Это просто трындец, конечно, что у меня тут за места. Это просто мрак. Я не знаю, как это проиграть можно. Не представляю, что там у человека должно быть за место, чтобы я вот это проиграл. Норвегию, естественно, заберем. Вот смотрите, было три жителя, да? Стало четыре. Большой бассейн. Было написано, что строится шесть ходов. И благодаря тому, что с высокопроизводства сразу еще на два хода продвинулся. И на один. А, вот где лагерь. Скауты с прокачкой и на леса, и на холмы благодаря Матерхорну. Просто огонь. Я постою, хайл меня через реку атакует. Дурачок. Блин, я хочу лагерь попытаться забрать. Нет, подожди, зачем пропуск? В защиту. Что и губернаторский титул раньше срока, зашибись. Блин, надо было... Ну ладно, следующим ходом возьмем. Прокаченный колумбийский скаут должен приравниться к запуску спутника. Ну, кстати... Посмотрите, сколько мы уже открыли карты на двадцатый ход. Просто... Кажется, сейчас сюда пойдет в лагерь, он заберет его. А, нет. Сейчас он убьется от меня. Да, зашибись. Так, ну... Тут лагерей... От стратегических ресурсов. Ну, конечно, бухремесленников берем. Блин, посмотрите на эти клетки просто. Это легально? Это нелегально. Так, ну, нам, понятно, вот это не надо. Может перемещаться, потому что видимость на территории. Давайте видим. Так, а плантации я так и не открыл еще, да? Орошение. А никак мы орошение не ускорим. Да, негде мне фермы построить. Ладно, давайте, может... Блин. Может вернуться. Вырублю тут лес под Магнусом лучше. Просто он, скорее всего, сейчас сюда встанет, и я этим дуболомом убью. Не для донатеров, а для спонсоров сохраняются трансляции. Но я выкладываю какие-то интересные, по моему мнению, и по мнению зрителей... А, он сюда решил... Ну, все равно я его убью. Тем лучше даже. Так, вот тут я хочу вырубить, но когда Магнус приедет... Ждем Магнуса. Ну, вообще, вот это нормально. Наверное, четыре клетки по холмам. Как вы считаете? Давайте, наверное, создание строителей. Не, наверное, пока удвоенные разведчикам оставлю. Ну, вон, норвежец есть. Сосед. Строю Артемиду потом. Ну, кстати... Имеет смысл. Вот сюда. Имеет смысл. Просто с таким производством надо просто все чудеса забирать. Жалко... Карточку еще не могу поставить на чудеса. Это в повин... Блин, а где карточка? Да, в повинности. А, блин. Я ж ее не открыл. Фак. Ну, надо открывать. Так, а давайте тогда мы здесь прачника сделаем. Надеюсь, скал... Не, он сейчас побежит к себе рассказывать обо мне, блин. О, подошел. Отлично. Так. Мы, кстати, скорее всего, его убьем, потому что он сейчас обратно пойдет через речку. И он не сможет дальше уйти. Отлично. Там очень в тему. Левее на лук. Сюда ты имеешь в виду? До этих она и там, и там даст. Ну, кстати, подумаем сейчас. У нас есть время. Возможно, и левее на лук. Спасибо большое. А тут буду параллельно еще обедать, если... Снедать. Снеданок мне принесли. Устерки системы чудес на клетках полная хрень. Что это за... Блин, и куда он делся? Блин. Ну, сейчас ему точно деваться некуда будет. Я надеюсь. Должны убивать. Так, давайте последнего... Снеднего... Снеданок. Так, тут стрельбу из лука, наверное, отложу. Что это за неприятие толстых людей? Полная хрень. Просто хрень. Чем обязательно надо толстых оскорблять при этом? А, так тут у норвежцев-то и селиться некуда. Снеданок. 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 Так, тут откладываем вход, чтобы начать строить Артемиду в следующем, самая с вырубкой леса. Родняя империя. Я пока оставляю все еще, не буду сейчас поселенцев строить. Бразилия. Недалеко, кстати. Мне как раз наоборот механика районов нравится, собственно, как и чудес, потому что благодаря этому ты не сильно зависишь от места появления. Это все может компенсировать правильной расстановкой районов. Четыре хода Артемида строится. Три хода. Огонь. Огонь. И вон еще кто-то. По цвету... Блин, не знаю, по цвету Польша, что ли. Орошение надо дооткрывать. В итоге у нас сюда никуда не влазит, да, город? Вот здесь. К сожалению. О, видите? За счет бассейна... Скажи, бассейн же должен веру вроде добавлять на этих клетках еще. Просто, просто... 25 производства. Обалдеть. Религию там взяли? Кри? Это Кри? Нет, это не Кри. То есть там Кри еще дальше и плюс еще тут какая-то еще дизализация. А, скифы. Друзья, какое чудо я нашел. А, это этот. Ой, слушайте, это очень крутое чудо для скифов. Блин. У него бесплатные генералы будут. Так, давайте рабочего один ход, наверное, он будет, да? Потом мы отложим и поставим карточку на поселенцев. И будем в богате просто клепать поселенцев. Безостановочно. Ну вот, конечно, скифы в соседях неприятная херня. Как-то мало норвежец, да? Одна монета вход и одна так монета. Чуть-то недорого. Да, ну у меня бесплатные гены по моей способности. Но он еще парочку торговцев тут с них возьмет с этого чуда. Да. Вообще, к идее, по идее, мы можем сюда тоже всунуть город. Сюда город, сюда город. И нормально. И дотянуться, да. А, еще один ход. Так, это кто тут нам идет такой дяденька красивый? Что это за красивого дяденьку к нам замело? Стоит, глазки опустил. Ну вот же, вот Вера добавилась же из-за этого. Наверное, просто выкупить клетку надо. Стоит, глазки опустил. Видимо, двойку получил. Покажи на кукле, где он тебя трогает. Да, подселим с кифом. Сюда будут города ставить. Эти места от нас никуда не денутся. Тут, блин, говняная пустыня. О! Так, что этот дает? А, блин, нам бы сколько может религию? Ну, я не знаю, куда священку ставить. Я не хочу вот сюда. Тут кампус. Я бы сюда кампус ставил. Так, может, тогда сюда поставить? А потом тут кампус. А потом тут еще какую-нибудь промышленную зону, например, да? Так, сколько там поселений будет делаться? Два. Давайте поселенцы, а потом, наверное, священку сюда. Так, возьмем монументальность. Хотя вот не уверен, что монументальность правильна. Ну, игра тут рекомендует. Но я скорее вот сюда бы поставил, где у меня скаут стоит. Блин, боюсь я, конечно, что скифы на меня нападать будут. Вот это неприятная хрень. Откуда варвары пришли? Вот отсюда, что ли? Вот эти варвари отсюда. На этом пока все. Продолжение партии смотрите завтра. Ну а спонсоры канала всю игру могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Спасибо вам за поддержку. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.